Приветствую вас, пройти это может в том случае, если вы круто измените свою жизнь, ну, кардинально измените свою жизнь, скажем так, да, вот, в этом случае это может пройти, то есть, если вы, например, будете работать, да, если вы как-то измените свой образ жизни, может быть, будете более активной, вот, если займетесь, может быть, если займетесь своим здоровьем, вот, физическим, физическим, своим физическим здоровьем, если займетесь, вот, то в таком случае, да, все может измениться, если же возможности нет такой, то, соответственно, я думаю, что само по себе это не пройдет, и, соответственно, вам нужно будет действительно обращаться к специалисту, вот, не факт, не факт, не факт, что пройдет это само по себе, даже если вы начнете что-то делать, что-то делать, я имею в виду, ну, если вы измените свой образ жизни, не факт, что начнется это делать, что-то изменится, вот, поэтому специалист образится лучше, в любом случае, как рекомендуют мои коллеги, но все же вероятность есть, вот. Смотрите, паническая атака, паническая атака, это, значит, результат, это следствие того, что вы явно не удовлетворены в чем-то, чем-то и так далее, то есть, паническая атака, это сигнал сигналы вашего подхода на то, что вас что-то не устраивает, да, что вы, там, к примеру, там, ну, я не знаю, чего-то боитесь, например, да, что вы чего-то опасаетесь, например, вот, что вам, ну, что-то тяжело удается, что вы что-то тяжело переносите, вот, и так далее. И нужно поиследовать источники этих панических атак, нужно поиследовать причины, а, то есть, вот, вы пишете с вас, непонятно какое, глумое, то есть, либо глухое, либо глупое, тут надо вытачтить тревожное и депрессивное. То есть, это очень похоже на то, что вы, вот, скажем так, перестали о себе заботиться, это очень похоже на то, что вы просто забили на себя в определенный момент и полностью растворились в своей семье, что неприемлемо, ни в коем случае, да, потому что, ну, как бы нельзя, да, растворяться в своих родных людях, даже если это люди родные, любимые там, и так далее, и так далее. Вот. То есть, тут история вот такая, тут история такая. Значит, соответственно, уже сейчас вы можете определить для себя, к примеру, к примеру, что вы делаете через силу, вот, уже сейчас вы можете определить для себя, где вы болезненно воспринимаете взаимодействие со своими окружающими, ну, со своими родными, да, с окружающими вас людьми, где именно болезненность появляется, или проявляется, или появляется, вот, и, соответственно, ее нужно ликвидировать, вот. Кстати, первая вам рекомендация будет это определить, что вы делаете через силу, потому что депрессивные состояния это защита. Это защита от своей, ну, неудовлетворенности. Вот. По факту. И мне, в общем, мне, в общем-то кажется, мне, в общем-то, кажется, что именно с этого вам нужно начинать. Вот. То есть, сейчас, вот сейчас, сейчас вам слишком, слишком серьезные задачи на себя брать. Мне кажется, ну, что, вам это будет трудно, тяжело, и абсолютно ничем это не будет обусловлено, скажем так. Вот. Соответственно, и, 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 соответственно, если, если вы напротив, если вы напротив, может сделать это, вам будет легче, и будет более понятно, что вы хотите, в какую сторону вы хотите двигаться. Вот. Вызывает, конечно, интерес, почему вы не работаете, хотите ли вы работать. Вызывает интерес, почему, откуда появилась у вас такая идея может подождать и надеяться на то, что она сама пройдет. Вот. Такое отношение к себе, оно требует, требует исследования, как вы понимаете. Я надеюсь... Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если обратитесь к специалисту, то не останавливайтесь только на одном медикаментозном лечении. Обязательно дойдите до психотерапевтического воздействия. Вот. Чтобы можно было вам реально помочь. Потому что медицинская, ну, медикаментозная терапия, она здесь используется просто в качестве вспомогательного. То есть это только вспомогательное средство, медикаментозная терапия. А у нас ее часто, часто используют в качестве основной, что является неприемлемым. Ну, и здравый коллеги в том, что вам можно не выходить из дома, да, и общаться прямо здесь со специалистами было бы желательно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку буду ротонуть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...